Да, друзья мои, мы с вами долго не виделись. Ну, я не мог избежать модной болезни, и всё-таки переболел этим самым ковидом, но, слава богу, очень легко. Потом мы не виделись совсем по другой причине. Сегодня, вы понимаете, мне было пять лет, когда началась та Великая Отечественная война. И всё, что со мной было потом, я помню очень плохо. Но вот, как ни странно, это начало, этот ужас, этот гудок сирены, и весь этот путь из дома в это бомбоубежище, и мать, которая меня вела за руку, и страх, что я потеряю её и руку вырву. И потом, потом эвакуация и посадка в этот поезд, чудовищная посадка, как бежали по перрону почему-то. И потом мне будет бесконечно сниться вот этот миг, что я её теряю, что я один, и вой этой сирены. И потом мы рано вернулись из эвакуации, 43-й, по-моему, ещё был год, и вот эти окна с этой маскировкой вот так перечёркнутые. Вы понимаете, война, она не уходит, она с вами навсегда, уйдёт всё другое, а она останется. Я никогда не забуду, в Коктебеле, в Доме творчества писателей, был писатель, да не буду называть его фамилией, он умер, и я не знаю, понравилось бы ему, но в полдник он ходил по столам и собирал недоеденные, там брошенные пирожки, которые давали на полдник. Он ночью просыпался, и ему надо было, чтобы была еда. Он был из Ленинграда. И вот этот ужас, голода, он дирижировал его жизнью, потому что нет ничего страшнее войны, как бы вы её ни называли. Так что я так смотрел в интернете, как там обсуждают люди спокойно, где что, что взяли, сколько убили. Вот те, кто это пережил, они так говорить не умеют. Поэтому я был рад, что я с вами не встречался в эти дни, но уже невозможно. Невозможно. Да-да, я не буду больше об этом. я, как обещал, ну, что-нибудь расскажу. Вы просите там про войны рассказывать про зимнюю войну 39-го года. Я понимаю, почему. Вы просите? Ну, несколько слов, наверное, я расскажу. Я уже начинал, когда рассказывал вам биографию Отто Кусиным. Ну, сейчас продолжу. Да, в 39-м году, после того, как мы заключили этот с Гитлеров пакт о ненападении, когда разделили Европу, что ему, что нам, Иосиф Сарёныч решил забирать то, что ему как бы полагалось, и это была Финляндия. Остался удивительный разговор. Он записан. Это Мерецков. Он тогда был маршал командующим Ленинградского военного округа. С ним разговаривает Иосиф Сарёныч, они обсуждают. Иосиф Сарёныч говорит, что есть две группировки. Вот это немцы и противостоящие им франко-англо-английская вот эта группировка. И что они могут в любой момент воспользоваться и использовать Финляндию. И эта Финляндия может руководимая ими на нас напасть. Поэтому надо срочно продумать и нашу защиту от этого внезапного её нападения. И наш контрудар. Никто из слушающих внутри, поверьте, не улыбается. Потому что представить себе, что эта маленькая Финляндия нападёт на этот огромный Советский Союз невозможно. Но все подчинены этому глубокому языку. А согласно этому глубокому языку мы не можем быть агрессорами. Мы можем только защищаться от этой проклятой агрессии. А потом, а потом вы знаете, наверное, будет сообщение нашего телеграфного агентства о том, что напали финны, напали на воинскую часть, которая стоит там в погранрайоне. И три красноармейца, по-моему, или четыре были убиты. Но дело в том, что перед этим были бесконечные обсуждения и не было договоренностей. Иосиф Виссарионович справедливо, в общем-то, говорил, что они очень близко к нашей второй столице, Ленинграду, и хотел обменять. Но то, что он хотел обменять, было там для финнов слишком ценно, потому что там проходила еще линия Маннергейма, которая защищала эту Финляндию, это была невероятная линия, которая, это бесконечные укрепления, вот эти доты, которые использовали эту фантастическую твердую породу этого, этой финской земли. И они отказывались. И теперь после этого обстрела должна была начаться война. И Иосиф Саренович знакомит Мередкова с выдающимся деятелем революционного движения Отто Каусиненом, финном. объявляет объявляет и читает тот манифест обращения к финскому народу, который будет. Он читает эти торжественные слова, что впервые финны финны и карелы соединятся вместе в одном государстве. И государство это уже большое, которое охватит и Финляндию, и этот кусок, принадлежащий нам. Это будет финская народная демократическая республика. И оказывается уже есть столица в вот в Зеленогорске еще не там, не в той официальной финской столице, нет, но уже она есть, это правительство, которое там в Зеленогорске, то бишь в Тиреоках по-фински, уже заседают и они обращаются к солдатам и к левым партиям присоединяться и мы тут же заключаем с ними договор о ненападении не только, а о помощи всесторонней, наоборот, о защите этой республики, которая вот-вот уже образована, от реакции акционных сил и главой правительства должен быть вот этот Кусин ну а дальше его сесаренович при нем спрашивает руководителя будущей всей операции Ворошилова за сколько мы завоюем вместе с народной финской армией, это один корпус вообще вы должны знать что уже же прошли годы террора и от финской компартии остались единицы расстреляны подавляющее большинство при том что Кусин остался его умоляли о защите и тогдашний глава финской компартии умолял даже не только себя защитить а любовницу которая на самом деле была уже его женой защитить нет он сына своего Кусина не защитил он сидел он жену свою не защитил она сидела он защитит впоследствии одного человека и все будут безумно этим удивлены это был комсомольский вождь Корреллофинской СССР Андропов он был ближайшим человеком Кусин и это Андропова Кусин он переточил в Москву было множество слухов кто были истинные родители Андропова и Хрущев насмешливо как-то сказал а вот кто был истинным отцом этого самого Андропова Кусин потому что этот холодный человек чей образ остался очень подробно описанный знаете кем вот этой второй его женой по имени Айно которая 15 лет сидела в лагерях и которая описывала все следствие о чем ее просил следователь спрашивал он спрашивал о шпионской деятельности ее мужа Кусин заседал и она не только не сдала его она всех о ком ее спрашивали не сдала и не отдала и вот потом она напишет что в то время когда ее муж заседал с этими планами завоевания их родины ее гнали в очередной лагерь так что все занимались своими тогда делами ну а вопрос Иосифа Виссарионовича Ворошилову вы помните да и первый маршал в бой нас поведет первый маршал это Ворошилов как пели в этой песне одно из самых популярных сказал 12 дней за 12 дней мы все закончим так что пошутил Иосиф Виссарионович недолго столицы нового государства находиться в тогдашних тереоках но потом хотя Иосиф Виссарионович был щедр по-моему две недели дал даже сказал и 14 подождем пришлось ждать куда дольше и по их расчетам да и по нашим тоже некоторым 120 тысяч мы потеряли там как сказал руководитель обороны и отец этого этой линии Маннергейма 120 тысяч лежат и смотрят незрячими глазами в наше холодное финское небо ну потом страна наша большая так что поменяли этого кавалериста или как они его называли Порошилова пришли профессионалы Тимошенко ну и увеличили и так это было по-моему в два раза больше чем финны еще там уже пошли большущие цифры и мы прорвали линию Маннергейма и мы могли сейчас идти и захватывать столицу но почему-то Иосиф Виссарионович от этого отказался а заключил мир про правительство этого Каусибира никто уже давно не говорил его и не было уже не было и народная армия которую быстро слепили из остатков недостреленных тоже успели распустить как сказал ведь хотели образовать и потом образовали Карелло-Финскую СССР правда на вопрос сколько там финнов популярный анекдот говорил всего двое Финкельштейн и финн инспектор беда правда что они в одном лице так что правительство как куда-то исчезло и была образована Карелло-Финская республика мы забрали много больше чем просили и они были вынуждены отдать но повторяю почему же не пошли до конца ведь у Куусинана который от Ленина от того великого Коминтерна который уже к тому времени был весь расстрелян у него была мечта образовать великую скандинавскую советскую республику ведь вслед за Финляндией должна была быть и Норвегия и Дания вот Осип Сарёнович сказал одно очень интересное соображение он сказал что глупость Гитлера и беда он никогда не мог остановиться и после паузы сказал а я вот могу вот он понял что остановиться надо что получить это мы уже были исключены из Лиги Наций и так далее получить эту враждебную страну которая будет тебя ненавидеть и которая умеет стрелять и то что ты прорвал линию Маннергейма это не всё потому что эти люди на лыжах зимой очень опасны и сколько там падет ещё это не надо и он согласился и был заключен мирный договор что в результате а в результате вот что дело в том что у Василевского по моему мемуарах вы найдете что одной из причин почему Гитлер напал на Советский Союз была но это действительно было необъяснимо полное уничтожение командного состава во время 37 года пожалуй один Жуков и Власов которые потом изменят из таких крупных фигур которые могли воевать Рокоссовского как вы знаете потом достанут его достали уже во время по-моему финской войны и он выйдет с этими зубами выбитыми которые вставят и будет этот знаменитый анекдот но Иосиф Иосиф Иоаннович знал какие анекдоты куда должны отправляться или создателя туда куда откуда он не вернется или наоборот в народ вот тот в народ он спрашивает Рокоссовского а что-то я вас давно не видел вы где были то а я сидел и тот отвечает великолепно нашли время вот так что командный состав который надо уничтожать во время боев был уничтожен до боев и Гитлер считал что настроение страны которая прошла террор армии без командного состава и реальной силы которая доказала бессилие с его Гитлера точки зрения финскую войну так что он считал что на руках у него все карты и финская война конечно добавила добавила вот все о чем я вам рассказал мы дальше будем я теперь уже восставь садра болезни если только меня события не уничтожат внутренне потому что я как бы ну знаете в жизни многое видел и вроде считал себя защищенным но вот этот звук сирены он снова начал звучать что же касается вопросов ну конечно есть огромное количество вопросов потому что существует служба которая в общем в мирное время ну так а вот в предвоенное время она должна доказать свое существование это называется дипломаты они должны не армии потом они должны встать и сделать если они не могут должны быть другие дипломаты они надеюсь что-то смогут потому что это война между людьми которые часто сами не знают кто они украинцы не знают может они русские русские наполовину не знают может они украинцы это безумие поэтому да лучше назовите ее операции по-моему как она там так лучше я понимаю я готов но вопросы повторяю остаются как решаются в России сложные вопросы вы классика возьмите откройте называется Достоевский там у него Смердяков все время которого учит лакей Григорий все время мучит его вопросами а почему а вот почему сказал Григорий и больно ударил Смердякова вот так у нас обычно из века в век еще с тех допотопных времен до Ивана Грозного решались вопросы которые трудны для власти